Здравствуйте, ребята! Начинаем урок обучения грамоте. Заливистый школьный звонок позвал опять на урок. Будьте все внимательны, а еще старательны, чтоб природе другом стать, тайны все ее узнать, все загадки рассказать, научитесь наблюдать. Будем вместе развивать у себя внимательность, а поможет все узнать наша наблюдательность. Тема нашего урока «Играем с буквами». Сегодня на уроке вы научитесь отличать на слух звук Ч, называть позицию в слове, находить место буквы Ч в словах, применять на письме правила Ч, К, Ч, Н, Н, Ч. Ребята, отгадайте загадку. Над городом черная шапка, в ней увидишь ты молнию охапку. Конечно же, это тучка. Выбери тучку, которая показывает твое настроение в данный момент. Надеюсь, у вас хорошее настроение. И думаю, что оно улучшится еще после нашего урока. А сейчас посмотрите, в каком месте стоит буква Ч в слове «тучка». Правильно, рядом с согласной К. Мы выделим сочетание этих букв и запомним его. Ч-К. Давайте вспомним, с какой буквой мы познакомились на предыдущих уроках. Да, вы правильно решили. Чем мы пишем? Как четыре. Только с цифрами, друзья, буквы путать нам нельзя. Конечно, мы познакомились с буквой Ч. Мы уже научились писать заглавную и строчную букву Ч. Узнали, что буква Ч дает согласный мягкий звук Ч. И обозначается он зеленым цветом. Поиграем с буквой Ч. Помогите черепахе добраться до чайника и попить чай. Но будьте внимательны. Идти только по буквам Ч. Поставьте видео на паузу и пройдите путь. Проверьте, правильно ли вы прошли путь. Молодцы! Конечно, вы все выполнили на отлично. Оставим черепаху пить чай, а сами отправляемся дальше. Рассмотрите картинки и назовите слова с буквой Ч. Составьте схемы этих слов. Часы. Печка. Часы. Сачок. Тачка. Черепаха. Помним, что звук Ч обозначается зеленым квадратом. Озорная буква Ч предлагает сыграть еще. Измени слова так, чтобы в них была буква Ч. Мама, Ваня, кошка, сын, Таня, собака. Посмотрим, что у нас получилось. Мамочка, Ванечка, кошечка, Танечка, собачка. Еще раз обрати внимание на сочетание букв Ч, К. Что вы заметили? Мы знаем, что согласный звук Ч всегда мягкий, и его не нужно смягчать. Поэтому, хоть сочетание букв Ч, К, Ч, Н слышится мягко, мягкий знак между ними не пишется. И правило, которое мы сегодня должны запомнить, это Ч, К, Ч, Н пишется без мягкого знака. Посмотри, как пишется сочетание Ч, К, Ч, Н в словах. Бабочка, солнечный, птичка, спичка, ручка. Ч, К, Ч, Н пишется без мягкого знака. Запомни, добрый сказочник весной нянчил дочку в час ночной. Спи, дочурочка, втиши. Мягкий знак тут не пиши. Ребята, давайте поиграем еще. В слове дочка измените первую букву так, чтобы получилось новое слово. Раздели слова на слоги. Точка, бочка, почка, ночка, кочка, мочка. Разделим эти слова на слоги. И во всех этих словах мы снова видим сочетание Ч, К. Прочитай, найди слова, в которых есть буква Ч. Внучек. Внучек спросил деда, для чего у тебя на носу очки? Чтобы лучше тебя видеть, ответил дедушка. И чтобы читать. Но однажды очки пропали. Как же ты будешь читать? Опечалился внучек. А что было дальше? Придумай сам. В каком слове из этого отрывка есть сочетание Ч, К? Очки. Давай составим схему этого слова. О. Гласный безударный звук. Ч. Мягкий согласный. К. Мягкий согласный. И. Гласный ударный звук. Очки. Проверь, пожалуйста, свою схему с нашей. Ребята, вы, наверное, устали и нужно отдохнуть. Послушайте загадку. И если вы услышите сочетание букв Ч, К, то хлопните в ладоши. Острым клювиком, как птичка, водит ровно по страничке. И в твоей тетрадке должны быть строчки гладкие. Что это? Конечно же, ручка. В слове ручка тоже есть сочетание Ч, К. А для чего нужна ручка? Конечно же, ручка нам нужна для письма. Приготовь свою ручку. Сядь правильно. Открой, пожалуйста, пропись на странице 40. Помним правила посадки при письме. Закрепим сочетание букв Ч, К, Ч, Н, Н, Ч на письме. Не забываем, что буквы должны быть наклонными, а слоги слитными. Следи за размером, шириной и высотой букв. В первом задании пропиши слоги Ч, К, Ч, К, Ч, К, Ч, Н, Ч, Н, Чу, Н, Ча. Во втором задании расставим схему слову очки. Мы уже сегодня знакомились с ним. Подставляя к слову очки согласные Б, Т, П, образуя новые слова. В третьем задании напиши предложение. Помни, что начало предложения пишется с большой буквы. Не забудь про точки в конце предложения. Оцени себя по линейке успехов в конце страницы. А сейчас давай подведем итоги урока. Чему мы научились на уроке? Зачем нам это нужно? Давай еще раз вместе повторим правила о написании Ч, К, Ч, Н. Ч, К, Ч, Н пишется без мягкого знака. Оцени себя. Выбери рисунок, который подходит тебе. Тема была легкая, как бабочка, и я все запомнил. Выбери бабочку. Я поставил птичку в тех моментах, где я сомневался. Выбери птичку. Запиши еще раз слова, чтобы запомнить правила. Тогда выбери ручку. Я думаю, что у вас сегодня все получилось. И вы с легкостью запомнили пройденный материал. Спасибо за работу. До свидания, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!